Приветствую вас на моем канале. В этом видео я постараюсь рассказать про последовательность построения данной модели. Это матрица лидерства из вторых трансформеров. После рендера эта штука выглядит таким образом. Поднимемся в самый верх нашего дерева построения. Отразим первый эскиз. Это у нас эскиз, который был исходным для обрисовки. Следующий эскиз, это прорисовочный, который дал возможность нам определить размеры, геометрию. Так, скроем нашу картинку. Первая операция это операция по сечениям, которая получена путем трех сечений, которые плавно получают некий рок. Следующая операция это операция по сечениям, которая образует что-то похожее на расширение основания рога. Применяем скругление для перехода. Строим два трехмерных эскиза, проецируя кромку. С помощью вот этой команды мы проецируем кромку самой детали по кромке. Следующий эскиз в плоскости на виде слева и этим эскизом мы разделяем деталь. Разделяем детально две части. В данном случае была скрыта вторая часть рога. Потом она нам пригодится. Следующий этап это формирование отростков. Образовываются они по сечениям. Для этого нам и надо было, вот эти два эскиза трехмерных, которые послужили траекторией для наших ножек. Следующая операция по сечениям, которая дает нам срастить. Так, забыл сказать, что вот эти две плоскости рисовались в этих двух плоскостях. В этих двух плоскостях как раз и рисовались эскизы для построения ноги. Если тут все просто, мы делаем плоскость нормальную к отрезку через точку, то в этом месте нам пришлось в отрезке, в этом эскизе трехмерном, искусственно поставить точку в этом месте. Скрываем обратно плоскости, возвращаемся и теперь наша задача построить второй отросток, вторую ногу таким же образом. То есть мы получили что-то вроде этого. Скроем один эскиз. Дальше, применяем набор скруглений. Хочу обратить внимание, что у нас по-прежнему это является отдельным телом, а теперь нам надо ноги срастить с концом рога. Для этого используем операцию комбайн-объединение. После этого мы можем назначить скругления, которые нам дадут плавность перехода форм. Двигаемся дальше. Следующая операция по сечениям состоит из двух эскизов. Один эскиз находится на плоскости параллельной данной плоскости и второй находится на расстоянии. Сейчас посмотрим, каким образом у нас раз плоскость и вторая плоскость на расстоянии. То есть мы делаем выемку. Второй участок аналогичный и после этого мы создаем, назначаем скругление. Скругление для плавности формы. Следующий этап это операция вращения внутри. Для получения внутренней полости. Она находится в средней плоскости в виде слева. Назначаем скругление перехода. Дальше. Наша задача получить аналогичные выемки сверху и снизу, так как деталь позже будет отражаться симметричная. Поэтому нам нужно сделать несимметричные элементы до того, как мы все это дело отразим. Аналогичным образом по сечениям делается верхняя выемка. Можно было это все дело сделать через три сечения одной операции, но возможно были бы проблемы. Может быть тут была возможность сделать плавность той операции, но я сделал два этапа для того, чтобы я мог радиусом контролировать вот этот вот переход, играя с радиусом. Аналогичным образом двумя операциями делается нижняя часть и назначаются скругления. После этого нам нужно срезать половину детали и работать дальше с ней. То есть у нас можно сказать четверть детали. То есть нам надо будет ее отразить еще в другую сторону и провернуть все это дело, чтобы создать второй рог в будущем. Так, строим вспомогательную поверхность в виде эквидистанта. Сейчас посмотрим, строится к той поверхности, которая у нас была построена ранее и она сейчас занижена. Та поверхность, которая ранее была построена. Дальше создаются пространственные кривые. Значит каким образом? Сейчас откатимся. У нас прорисованный эскиз, который определяет положение вот этой рифленой части. На прорисовке я не буду останавливаться, но тут была попытка сделать это все согласно нашей картинке. Сейчас пробуем отразить. Вот, в таком плане было прорисовано. Некоторые отклонения от геометрии допускались, так как для того, чтобы получить правильную форму. Если бы я могу корректировать это все дело, то есть если я вижу, что на выходе по текущей прорисовке мы не получаем нужную нам геометрию, то мы приходим к решению немного отклониться. В данном случае, как вот тут вот, вот эта галка была смещена, чтобы мы более-менее были похожи на конечный результат. Так, отразим обратно поверхность и скроем нашу картинку, вернемся дальше. Значит, что мы делаем? У нас есть эскиз, который определяет прорисовку наших рифлений сбоку. С помощью операции, которая проецирует наш эскиз на поверхность, мы создаем эскиз, который является частичной проекцией с нашего прорисовочного и указываем грань, на которую он должен спроецироваться. Таким образом мы создаем три рифления. Дальше. Такой же аналогичный эскиз делается для вида сверху. И создается набор. Сейчас мы их отразим. Виде сверху у нас используется для проецирования и верхней части и нижней, насколько я помню. Так, что-то мы забыли еще отразить. Вот. Скроем наши прорисовочные эскизы. Тем самым мы получили, ну, можно сказать, скелет. Да. По этим траектории нам нужно будет двигать сечение. Или не двигать, а использовать в качестве направления. Вот. Давайте. По этим всем кривым был создан трехмерный эскиз. Мне удобнее с ним работать, чем с трехмерными кривыми. К нему проще привязаться. Его я создал путем проецирования всех этих линий в него. Теперь мы можем, давайте скроем все эти кривые. И отразим наш эскиз, который был собран из проекции этих кривых. И, наверное, вспомогательную поверхность. После этого пошагово мы используем операцию. Так. Что мы делаем? Значит, мы нарисовали. Следующий этап. Это мы рисуем эскиз, который мы будем выдавливать по направлению этой линии с расширением 2 градуса на сторону. И продлеваем до вот этой вот поверхности. Аналогичным образом создаются все остальные ребра. Хочу обратить внимание, что все эти элементы делаются отдельным телом. То есть при применении операции мы не используем галочку объединить результат. В данном случае у нас получается вот аж 14 тел. Сейчас представлена в модели. Так. Следующая операция это у нас комбайн. Объединение нужных нам. Мы, наверное, скроем это тело. И посмотрим, что у нас тут творится. Тут произошло пересечение. Эти элементы мы выдавливали чуть дальше сознательно. Чтобы можно было их пересечь. Дальше. Так. Объединяем этот элемент и этот. И используем операцию срезаем вот эти вот все недостатки. Объединяем все это дело. Так. Так. Образим наши. Можно скрыть, наверное, эскиз трехмерный. Вот. Назначаем скругление на наши ребра. Важно также получить вот эти скругления, которые находятся. Такие же скругления вот в этом месте. Поэтому мы сейчас делаем зеркало. Зеркальная операция. Зеркальный массив. Чисто для вот этого вот тела. Мы отражаем тела. Поэтому это все отдельными частями. Используем операции объединения. Для того, чтобы получить по вот эти тела вместе. Чтобы одним телом были. После этого назначаем набор скруглений. В этих местах, о которых я говорил. И после этого делаем срезание всей части. Таким образом. Это сделано для того, чтобы мы дальше могли продолжить работать с четвертью. В данном случае это четверть модели. Но при этом, при конечном зеркальном отражении, вот в этих местах перехода, мы бы получили радиус. Объединяем тела между собой. Следующая операция это нам нужно сделать внутренность. Так, что у нас тут. У нас есть эскиз, который мы проецировали на поверхность. Уже скрытую. С него сделали трехмерный эскиз по проекции этой кривульки. Дальше. Производим операцию. Бубышка или приклеиваем тело. И указываем в качестве направляющей линии вот этот вот трехмерный эскиз. Эта операция выполнена отдельным телом. Дальше. Производим срезы. Таким образом. То есть срез получается. Делаем радиусную вырезку в этом месте. И вот такой вот радиусный вырез. Эскиз нарисован на вот этой поверхности, но в качестве направляющего элемента указано одно из ребер данного тела. Поэтому вырез получается такой вдоль него. Это тело мы зеркалим. Назначаем набор скруглений. Создаем ось, вокруг которой мы будем вращать. И делаем круговый массив. После этого объединяем тела. Производим аналогичную срезку. Объединяли тела. Сделали срезку. Теперь. Следующий этап это формирование основания рога. Оно получено путем обычного эскиза 90 на 90. Выдавливаем на 6 с углом с конусностью. Дальше. Серединку мы вырезаем тоже с углом. Мы как? Создаем эскиз на его вершине и проецируем эту поверхность. И выдавливаем через все под углом 30 градусов. То есть мы таким образом получаем рамочку. Она является отдельным телом также. Назначаем скругление. Следующий этап это у нас. Мы забыли про отверстие, которое вот тут должно быть. Скругление к этому отверстию. Создаем опять же поверхность. Которая нам нужна будет для дальнейших операций. В данном случае это эквидистанта поверхности. Сейчас еще раз глянем. На расстоянии 0,45. Можно было половину взять. Шрифка. Дальше. Операцией. Нарисуем на плоскости, которая находится на неком расстоянии. На 100 миллиметров от тела. Рисуем такой эскиз, который напоминает вырезы в оригинальной деле. Их нет смысла образмеривать. Они все синим цветом. То есть свободны. Мне это устраивает. Дальше. Мы производим операцию выдавливания до вот той эквидистанта, которую мы буквально там недавно построили. для получения вот таких вот вырезов. Следующее. Это удаление этой эквидистанты. Аналогично создаются вырезы вверху и внизу. Дальше назначается скругление. Скругление в этих местах. У меня придание плавности формы. Следующий этап. Это мы приступаем к моделированию средней части, которая соединяет два рога между собой. на поверхности, на плоскости, на расстоянии 20 миллиметров, мы строим... Так. Сейчас еще раз. Что у нас тут по прорисовке? Где-то был эскиз. Я его потерял. В любом случае мы строим вот этот вот трехмерный эскиз по двум отрезкам. Где-то в дереве постоянно потерялся этот эскиз, по которому я хочу сориентироваться. Но, тем не менее, мы создали два пространственных отрезка, вдоль которых... Ага. Вот эти. Просто этот эскиз 74 был построен раньше трехмерного эскиза, но при применении операции она поглотила в себя и поэтому его не видит. То есть нам нужно таким эскизом выдавиться на 4 миллиметра с углом 40 градусов. Тем самым мы получили острую кромку на кончике. После этого мы рисуем аналогичный элемент, находящийся на расстоянии 20 миллиметров. Нормально к одному из отрезков трехмерного эскиза мы строим плоскость и выдавливаем такое вот сечение. Все это делаем отдельным телом, то есть Merge Result не стоит. Назначаем скругление. Делаем отражение этого элемента. После вокруг оси вращения мы размножаем эти все тела для того, чтобы организовать некую конструкцию в виде фермы. Наверное, скроем пока это тело. Вот таким образом. Дальше. Объединяем результат. То есть нижнее основание с вот этой ферменной конструкцией. Дальше у нас тут что-то происходит. Сейчас посмотрим. Давайте отразим это все дело. Все эти эскизы. Ага. Это вспомогательное построение, которое помогло мне определить, прорисовать вот этот вот эскиз. Все остальное мы скроем. Вот. То есть мы сейчас будем получать ножки. Значит, создаются три плоскости. В трех плоскостях рисуются вот эти три эскизы. И по этим трем эскизам мы делаем операцию по сечениям. Мы делаем только половину ножки. Дальше ее зеркально отражаем. Сейчас скроем. Все ненужное. Дальше. Аналогичным образом делается и вторая ножка. Так как деталь в этом направлении не симметричная, есть смысл сделать такую же ножку вручную, а не зеркалью. Дальше. Всевозможные скругления к ним. Отразим, наверное, общее тело. Чтобы было понятно, почему они. Вот. Таким образом. Так. Скрыли лишние. Дальше. Дальше. Следующий этап. Это нам нужно срезать вот эти элементы. Каким образом? Мы используем эскиз вот таким вот сечением. И срезаем на два миллиметра основание ножки. Аналогичным образом производится срезание вот этой части. Обращу ваше внимание, что это разные тела. Поэтому при применении операции по срезанию этого элемента я указываю только тело ножки. И тем самым мы не затрагиваем основание. Ну, другие детали. Другие тела. Назначаем скругление. Объединяем результат. То есть теперь это все тело одно. Производим зеркальный массив. Отражение. Вот. Так. Объединяем результат. Наша задача теперь построить сферу внутри. Обычным вращением. Таким вот эскизом мы получаем полусферу. Рисуем. Рисуем такие стержни отдельными элементами. Круговым массивом их размножаем. Срезаем половинку. То есть на вот этой плоскости я создаю эскиз. Неважно какой. Лишь бы контур охватывал это все дело. И продавливаю его на какое-то расстояние. Чтобы он срезал все выступающие элементы. Следующая операция это объединение вот этих вот распорок. Вот этих распорок с основным телом. Хочу обратить внимание что то объединение. Объединение. Не так. Сейчас я откачу эту операцию. То объединение когда тела разные. Мы видим линии перехода. Вот. Одно тело. В данном случае вот этот стержень проникает в тело. Основное. Основное тело модели. Но когда мы применяем операцию объединения. У нас эти линии исчезают. Вот. Дальше. Операция вращения. Используя тот же эскиз расположения наших. Тот же эскиз образования полусферы. Я срезаю. Забираю материал. И как бы обрезаю кончики стержней. Чтобы они как дотракивались до сферы. Потом делаем зеркальный. Нет. Неправильно. Делаем. Круговой массив. Так как рога у нас в разные стороны торчат. Поэтому мы и зеркалить их не можем. Делаем круговой массив из двух элементов. И получаем второй рог. После этого производим объединение сферы. И на деле мы имеем три тела. Раз. Два. И сфера. Центр. Таким образом вот наша завершенная модель матрицы лидерства. Спасибо за внимание.